Можно ли сказать, что сейчас в пандемию, тем более в четвертую волну, анестезиологи и реаниматологи более востребованы, чем врачи других специальностей? Ну, как востребованы врачи любой специальности, которые сталкиваются в лечении с пациентами коронавирусной инфекцией, это как врачи-анестезиологи-реаниматологи, так и врачи-терапевты, рентгенологи, почему-то про них все забывают, врачи лабораторной диагностики. Поэтому мы все, звенья одной цепочки, мы все востребованы абсолютно, и мы все стали больше востребованы, само собой, в пандемию. Я работаю постоянно в день, каждый день, в будние дни здесь, плюс у меня есть определенное количество дежурств. Достижение, которое было для нас, для нашего отделения, это то, что года два назад мы перестали оставаться в день после дежурства. Эффективность работы увеличилась, потому что мы человеку строим так, что за 24 часа ему 10 часов надо отдохнуть. Он не может работать 24 часа. И поэтому, если ты работаешь 36 часов, то есть сутки еще в день остался, то где-то ты будешь искать время, что мне надо передохнуть. Ну, так устроен человек. А если ты знаешь, что завтра ты спокойно пойдешь домой, ты выложишься по полной. У нас специальность же такая, что отдельная анестезиология, отдельная реаниматология. Если брать анестезиологию, то главная задача, их две, по большому счету, у анестезиолога, это тот, который работает непосредственно за операционным столом, задача, чтобы пациенту не было больно, если анестезия проводится, анестезиологическое пособие проводится, когда пациент в сознании. И чтобы ему не было больно, когда под общей анестезией. И плюс он спал, не проснулся во время анестезии. Когда пациент спит, то есть под общим наркозом, ему тоже может быть больно, и надо суметь выявить так, чтобы ему не было больно, и добавить определенные препараты. Вторая же задача у анестезиолога, это контроль жизненно важных функций организма во время наркоза. То есть человек в наркозе, он за себя вообще не отвечает. Он даже сам дышать не может, может он в наркозе. И поэтому ты следишь за всеми его функциями, не просто следишь, а еще и корректируешь даже частоту дыхания, глубину дыхания. Во время наркоза по определенными показателями ты постоянно вносишь какие-то коррективы. Еще немаловажно, нужно создать для хирурга благоприятные условия для работы. То есть, например, мышечный тонус. Потому что если пациент будет в тонусе, мышцы у него будут напряжены, то у хирурга операционное поле будет намного меньше, ему будет сложнее выполнить операцию. И время операции, то и время анестезии, получается, все увеличится. Была операция на позвоночнике. Она выполнялась в два этапа, это восемь часов. Ну, когда ты работаешь за операционным столом, там час считается за три. Что касается о работе реаниматолога, да, это вторая часть нашей специальности, это работа непосредственно именно в палате, в отделении реанимации, интенсивной терапии. Мы специалисты по органным дисфункциям. То есть, если у пациента есть нарушение органов, функции органов, то мы должны как-то их протезировать, справляться. Есть нарушение дыхания, искусственная вентиляция легких. Нарушение почек, гемодиализ. Нарушение функции сердечно-судистой системы ведения определенных препаратов. Но это тоже не просто искусственная вентиляция легких. Это целая наука, потому что для каждого пациента нужно персонализированно подобрать режим вентиляции, в котором будет комфортно и удобно дышать. На моей памяти есть пациент, чтобы максимально, и с моим опытом, это около 4 месяцев. Это пациент с повреждением шейного отдела позвоночника и спинного мозга, который не мог двигаться, не мог сам дышать, потому что произошла полная десимпатизация. Он у нас очень долго лечился, 4 месяца. Потом мы его выписали, отправили домой. И я вот с ним поддерживал связь, потому что я с ним перероднился. Лечил из этих 4 месяцев, наверное, 3 месяца. И года через 2-3, мы до сих пор даже с ним сейчас на празднике, он меня поздравляет, но года через 2-3 после этой госпитализации он даже начал вставать на ноги. То есть это здорово. Есть ли качества, которые отличают анестезиологов и реаниматологов от врачей и других специальностей? Мы получаем образование по специальности, а не по качествам. То есть нет такого, что вот ты целеустремленный, давай ты будешь терапевтом у нас. Такого нет. А поэтому наряду с общими, скажем так, качествами врача, там, человечность, честность, стремленность какая-то, решительность, для реаниматолога очень важно иметь стрессоустойчивость. Потому что работая с пациентами в критическом состоянии, для нас это стресс. Для любого человека это стресс, но мы с ними работаем, потому что для нас это стресс. И отработав с одним пациентом, ты вынужден еще перейти к другому пациенту, к третьему. Либо работая в операционной, ты его из операционной тяжелого пациента перевел в отделение реанимации, отдал для лечения уже реаниматолога, и ты должен вернуться, потому что у тебя там есть еще другой пациент, экстренный пациент. И если ты будешь в этом постоянном стрессе, ты не сможешь адекватно выполнить свою работу. Хвалите ли вы себя и хвалите ли вы своих сотрудников, и нужно ли это врачам? Когда ты оказываешь помощь, именно экстренную помощь, когда ты понимаешь, что из-за тебя то, что вот ты сделал, пациент остался живой, если ты потом еще дальше его ведешь, лечишь и знаешь его дальнейшую судьбу, что через две недели или месяц он выписался домой и ушел на своих ногах, то, конечно, ты себя похвалишь однозначно. Однозначно. Вот это чувство удовлетворения, ты его однозначно получаешь. А хвалю ли я своих сотрудников? Каждый день. Одного да похвалю. А было ли когда-нибудь желание уйти из специальности или из профессии? Года через два-три, как я отработал свою специальность, у меня были мысли действительно сменить специальность, то есть остаться в медицине, но поменять специальность. Я не думаю, что это связано именно с интенсивностью, это связано с тем, что у меня есть еще другие интересы. Мне действительно была интересна хирургия, судебная, медицинская экспертиза, и поэтому я хотел получить постдипломное образование, и, может быть, совмещать работу здесь, например, работаю хирургом или субмедоэкспертом, на кого бы обучился, может быть, полностью перейти. Но этого не произошло, потому что параллельно учиться два года ординатуры и работать с данной интенсивностью невозможно. Где-то ты должен уступить, а если ты где-то уступил, значит, ты где-то плохо сделал. В операционных иногда случаются экстренные ситуации, когда между жизнью и смертью считанные секунды, и происходит чудо, и человек остается, он не умирает. Вот были ли у вас такие ситуации, как вы к этому относитесь? Я человек, который в чудеса не верит, и всем чудесам их можно объяснить с помощью науки. И то, что пациенты очень часто поступают к нам на сургентный стационар, очень часто поступают, когда действительно не между жизнью и смертью, и речь идет о секундах, когда ты должен что-то сделать, вмешаться, чтобы человек, во-первых, остался жив, а во-вторых, как минимум, у него были последствия, чтобы он был не инвалид, остался. То есть ты должен сработать максимально быстро и эффективно. Поэтому это никакие не чудеса, это именно интенсивная терапия, называется так. Это командная работа, потому что ни один реаниматолог участвует в операционную, обычно сразу целая команда собирается, бывает и по 8, и по 10 человек вокруг этого пациента. Все работают, все принимают решения. Поэтому это не чудеса.